Новости культуры. 2013 юбилейный год для Курского отделения Союза театральных деятелей России. Им исполняется 75 лет. Празднования пройдут в марте, но наша съемочная группа уже пообщалась с юбилярами и прониклась теплой театральной атмосферой. Историческая фотография. Три красавицы, три подруги, три театральные дивы. Марголина, Плотникова и Поплавская образца 1980 года. Тогда они работали в театре кукол. Сегодня тем же составом занимаются вопросами Союза театральных деятелей. Деньги для ветеранов отрасли, надбавки к зарплате, звания. Но Союз приходит и просто. Поговорить и выпить чаю. Союз театральных деятелей работает с нашими нуждающимися, со стариками в плане оказания материальной помощи. Наш комитет по культуре работает тесно с нашим союзом тоже по этому же вопросу. Ежегодно творческие командировки для наших актеров. Их немного, но они есть. Как правило, это на золотую маску. Все началось с общества взаимного вспоможения русских артистов, то есть с 1877 года. К 1915-му такие объединения стали появляться в провинции. Документально наш Союз был зафиксирован в 30-х. Сегодня в Курском отделении числится 90 человек. У нас в Союзе театральных деятелей не только артисты, у нас и педагоги Курского колледжа культуры. Они тоже являются членами Союза театральных деятелей. Плотникова, Ломака, Буренко, Резников. Все эти люди руководили Курским союзом театральных деятелей. В разные годы, но одинаково самозабвенно. И все же первым председателем был Александр Канин, ученик самого Станиславского. Вот у меня драгоценный фотоальбом о деятельности Александра Игнатьевича Канина. И Канин был, уже когда получивший звание, уже известный в России режиссер, вот он вместе со Станиславским на конференции в Москве, на конференции режиссеров периферийных театров. И вот еще одна. Кстати, 17 января отмечается день рождения Константина Станиславского. В этом году 150-й. В Курском союзе в честь этой даты организовали мини-выставку. Фотографии и книги, рассказывающие об актерском воспитателе. Все издания из местной библиотеки. Частые гости в союзе театральных деятелей и студенты. Здесь находится уникальная и совершенно потрясающая библиотека. Книги по истории театра. Русская и зарубежная классика. Пьесы всех времен и народов. Ну вот, например, журнал «Театр» за 2012 год. Десять спектаклей, которые потрясли мир. А еще драматургия, материал для художников-постановщиков, монографии, картотека репертуара с 19 века, большой архив афиш и программ. Всего более 12 тысяч томов. Фонды регулярно пополняются. Ведь история театра с каждым годом все богаче и интереснее.